Сама от себя не ожидала, что смогу пойти по головам. Хотя в глубине души, конечно, чувствовала, что делаю что-то не то, но остановиться не смогла Впрочем, нет худа без добра. И последние события очень ярко показали самое главное – мы, семья. Кстати, юрские – династия довольно скромная и немногочисленная В Москве из родственников живет только папина двоюродная сестра Майка, но у нее другая фамилия Мои сыновья носят фамилии своих отцов. Мама все-таки больше известна как Тинякова Так что настоящих юрских двое – папа и я. Да и фамилия не родовая, поэтому обладают ею немногие Дедушка по папиной линии работал под руком цирка на Цветном бульваре и взял псевдоним, потому что Юрий Юрский звучало на арене гораздо эффектнее, чем Юрий Жихариев, коим он являлся Так что папа получил звучную фамилию с рождения, у мамы же история более драматичная и романтическая Впервые родители встретились на съемочной площадке картины «Большая кошачья сказка» «Вот, Сергей Юрьевич, Наташа, будет с вами работать», – представили маму Юрскому Тот произнес только «Очень приятно» и поцеловал руку. Он – уже известный и любимый артист, она – студентка Так с первого взгляда мама и пропала. «Но никакого романа не началось, потому как оба моих будущих родителя на тот момент были не свободны» Папа женат на великолепной Зинаиде Шарко, мама замужем за громадным талантом Львом Дадином Причем замужество ее было не сильно стандартным. Наверное, она оторвет мне за это уши, но расскажу Дело в том, что Наталья Максимовна не любила своего мужа. А он ее, да, и, кажется, очень Долго страдал от неразделенного чувства, сходил с ума и однажды даже пытался наложить на себя руки После этого его мама просто умоляла юную Наташу Тинякову обратить внимание на несчастного, а лучше – выйти за него замуж Женщина логично рассудила, что потенциальная невеста все равно ни в кого не влюблена, а Дадин – человек неплохой, да и любит ее уж совсем до помрачения рассудка И мама вступила в брак с Львом Абрамовичем. Страсти, конечно, не родилась, но колоссальное уважение присутствовало Поэтому после окончания съемок «Большой кошачьей сказки» она пришла домой и честно призналась, а вот теперь я влюбилась. Супруг по понятным причинам ее дико ревновал, очень боялся потерять и после такого заявления занервничал не на шутку, можно узнать в кого. В Юрского – выпалила мама Дадин с облегчением расхохотался, в этого можно. Сергей Юрьевич на тот момент был действительно очень популярен, узнаваем, за душой уже имелся человек ниоткуда, на многие постановки в театре зритель ходил, как принято говорить, на Юрского То есть с таким же успехом можно было влюбиться в самого Господа Бога. Однако невозможное чувство хоть успокоило маминного мужа, но со временем не угасло Мама окончила институт, поработала в Ленинградском театре имени ленинского комсомола и, пути господни неисповедимы, получила приглашение в БДТ Субтитры создавал DimaTorzok